МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ради жизни на земле. На площади Нахимова всероссийская выставка, посвященная работе МЧС. Тверской Севастополь. В кинопавильоне на историческом бульваре презентовали документальный фильм, посвященный 160-летию окончания первой обороны города. Крымская осень 2015. По дорогам Севастополя проходит международная велогонка. В пятницу президент России Владимир Путин в Севастополе встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Совместно с полномочным представителем президента в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым, губернатором Севастополя Сергеем Миняйло и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, они возложили цветы к мемориалу в память о погибшей в Крымской войне солдатах Сардинского королевства. Монумент воздвигнут у подножья горы Гасфорта. Владимир Путин предложил разбить парк рядом с памятником а итальянским солдатам, воевавшим здесь в середине 19 века. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поддержал эту идею и обещал помочь в ее воплощении. Можно здесь разбить парк? Можно здесь разбить парк? Небольшой. Рупарить вверх к парку? То есть было бы хорошо сделать парк вокруг этой зоны? Да, и нужно тогда проработать с музеем артиллерии в Турине. И нужно тогда изучить эту возможность с музеем артиллерии в Турине. Получить имена погибших здесь. И на стеле или рядом со стелой в парке разместить таблички с их именами. Экс-премьер Италии прибыл в Крым с частным визитом. Ранее о возможности встречи двух политиков журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что у Берлускони и Путина давние деловые и товарищеские отношения. По словам представителя Кремля, Путин и Берлускони планируют обсудить не только тематику российско-итальянских отношений, но и ситуацию на международной арене. К другим новостям. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло встретился с британским журналистом Грэмом Филлипсом. Репортер стал известен в период Евромайдана. В 2014 году во время протеста в Киеве в своих репортажах он критиковал госпереворот в Украине. Далее продолжил работу на Юго-Востоке, неоднократно называя украинскую сторону хунтой. В прошлом июле в аэропорту Донецка был задержан силовиками и депортирован из страны. Однако уже 14 августа он снова направился в Украину. Делает видеорепортажи о ситуации в Луганске и его окрестностях. В Россию Грэм Филлипс приехал снимать материал об обстановке на полуострове спустя полтора года после воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Мне, конечно, очень интересно Севастопол. Как Вы будете объяснить Севастопол на данный момент истории? Как здесь положение, атмосфера настроена? Какие присоединяются здесь Севастопол на данный момент? Год назад, весной, летом этого года и сегодня обстановка стабилизировалась. Есть, конечно, политические оппоненты определенные, есть оппозиционные силы, ну, как и везде. Ну, в общем, люди уже забыли, что ходили год назад с паспортами граждан Украины, то есть сегодня они себя чувствуют полноправными гражданами России. Но мы же понимаем, что в прошлом году, вот в это время, надо было выдать 400 тысяч паспортов российских. Надо было перерегистрировать все, то есть перейти полностью на новую систему российскую. Севастопольцы всегда отличались от всех других. Вот можно было сразу увидеть севастополец или приезжий отдыхающий. Вот свой стиль у севастопольцев, свой взгляд, свое отношение. Поэтому они, в Севастополе, всегда были добрыми людьми, хотя очень темпераментными, очень активными, очень патриотичными, но очень добрыми людьми. Во время интервью затронута тема и происходящих событий в сопредельном государстве. Какое отношение между Севастопол и Украиной? Что вы сами думаете про Украину как государство и как страну? Я сейчас хочу сказать не о военно-политическом руководстве Украины, а о людях. Вообще украинцы или украинский народ, да, это такие же, как и любой другой народ, имеющий свою историю, да, очень добрый, гостеприимный. То есть народ ни в чем не виноват. Виноваты те люди, те политики, которые этот народ пытаются использовать как инструмент для достижения каких-то своих личных амбиций, личных целей. И то, что сейчас творится на Юго-Востоке, мы с вами видим. Страдает от этого кто? Простые люди. А простые люди, они всегда хорошие. Воевать против своего народа – это обрекать себя на поражение. История неоднократно эти факты показывала. После встречи с губернатором британский корреспондент Грэм Филлипс прогулялся по городу и пообщался с севастопольцами. Интересовался уровнем жизни и настроением горожан. А также спрашивал, что изменилось за полтора года пребывания в составе России. Акцент немного выправить, вообще будет исконным русским. Исконным русским. А почему такое ощущение? Ну, потому что он же как бы с самого начала уже снимал там репортажи, исходя уже со стороны ополченцев. Государство, неважно какое там будет государство, оно должно уважать просто. Значит, тут город, чтите его место. Я вас снимаю на улице, чтобы сделать сюжет, который стоит севастопол, потому что я считаю, что здесь это город, который действительно заслуживает лучший репортаж моего жизни. А я буду это сделать в будущем. Новые клумбы, скамейки для отдыха, фонтан, дополнительные места для парковки. Горожанам представили план благоустройства площади возле кинотеатра Москва. Привести в порядок территорию обязуется застройщик, который возвел здесь торговый центр. Публичные обсуждения проекта провели в департаменте Ленинского района. Не только благоустроить площадь возле кинотеатра Москва, но и отреставрировать фасад самого здания, обещает застройщик. Добавляет, территория должна стать одной из визитных карточек города. Мы готовы завершить полностью благоустройство по проекту вокруг торгового центра, вокруг кинотеатра Москва. И для того, чтобы данный фрагмент архитектурного ансамбля Ленинского района города был более привлекательным, мы готовы даже выделить средства для того, чтобы привести в надлежащий вид фасад кинотеатра Москва. Преградой для реализации проекта стали павильоны. Они были установлены в 2012 году как временные, до окончания строительства торгового центра. Малые архитектурные формы в план не входили. Для благоустройства территории их необходимо переместить, отмечает представитель фирмы-подрядчика. Дело осталось заманить, освободить территорию, и мы заводим туда строительные мощности. Представители общественности проект поддержали единогласно. Говорят, павильоны мешают как пешеходам, так и водителям. Без них пространства для прогулок станет больше, да и увеличится количество мест для парковки. Необходимо убрать ларьки, облагородить территорию, и зону прогулочную увеличить, и количество мест для остановки стоянки машин. То есть, все будет и красиво, и удобно, то, что хотят жители. Все это мешает, конечно. Это портит вообще улицы и портит вообще вид города, я бы так сказал. Вот это вот, все вот это, где понастроено, это надо все убирать. В департаменте Ленинского района пообещали разобраться в ситуации. Мы с понедельника начнем, мы должны пригласить предпринимателей, которые стоят там, посмотрим, на основании каких документов они стоят там. Если они стоят незаконно там, значит это будет один ход действия. Если они стоят там законно, и такое же может быть, тогда мы будем искать с ними консенсус. Как только павильоны возле кинотеатра «Москва» будут перемещены, застройщик начнет благоустройство территории. Отмечает, на это ему понадобится два месяца. Хелена Корнухова, Андрей Тыпчук, информационный канал «Севастополя». Юбилейная экспозиция о спасателях. На площади Нахимова открылась фотовыставка «Ради жизни на земле». Проект посвящен 25-летию МЧС России. Представлены снимки разных лет, на каждом свой сюжет, связанный с работой ведомства. Стенды с фотографиями установлены прямо под открытым небом. Выставка будет открыта до конца месяца. Специальная подсветка позволит знакомиться с экспозицией даже ночью. На 44 стендах фотографии за 25 лет работы МЧС России. За это время ведомство прошло путь от корпуса спасателей до крупного министерства. На снимках настоящая жизнь работников МЧС, поисковые и спасательные операции, ликвидация последствий катастроф, история создания министерства, а также будни пожарных. По разделению сейчас летом, каждый день привлекается в среднем около 20 раз. В неделю более 100 раз летом различные ситуации, связанные с нестандартными ситуациями. Серьезных событий в этом году пока не было. МЧС России – это неотъемленная часть нашего общества и тем более нашего Севастополя. Поэтому взаимодействие у нас самое тесное. Центральная площадь города, самая центральная, самая лучшая, была отдана для того, чтобы МЧС сегодня и до 30-го числа показала все, что они делают, все, что они умеют. Четвероклассники школы военно-патриотического обучения и воспитания номер 60 пришли на выставку всем классам. Говорят, увиденное впечатлило. Как спасатели спасали разных животных. Больше всего мне впечатлило, когда спасатель спасает одного маленького кошку. Когда он жертвовал своей жизнью ради любимца других людей. Также на площади выставка спецтехники. Сегодня ее используют в МЧС. Это пожарные машины, автоцистерны, подъемники, химико-радиометрическая лаборатория. И все это здесь можно не только увидеть, но и потрогать, и даже посидеть за рулем. Всего за несколько минут выстроилась очередь из желающих подняться на пожарной автолестнице. Ее высота почти 50 метров. Посетитель выставки Александр почувствовал себя в роли спасателя. На себе испытал, как нелегко передвигаться человеку в теплозащитном костюме и каске. Ну, естественно, на жаре в условиях экстремальных немножко тяжеловато, потому что, понимаете, мы просто стоим на жаре. А если люди стоят в огне или в каких-то условиях экстремальных, то достаточно тяжело и, я думаю, некомфортно. То есть, надо мужество здоровья. Выставка «Ради жизни на земле» экспонировалась уже в Калининграде, Красноярске, Новосибирске и Омске. В планах Государственного управления МЧС России представить ее еще в пяти городах страны. В Севастополе она пробудет до 30 сентября. Благодаря подсветке экспозиция работает даже ночью. Анна Леготина, Деливер Менджитов, информационный канал Севастополя. Тверской Севастополь. Концерт-презентацию, посвященную 160-летию окончания первой обороны Севастополя, провели в кинопавильоне на историческом бульваре. Это совместный проект сотрудников «Панорамы» и благотворительного фонда имени сестры Милосердия Екатерины Бакуниной города Твери. Гости мероприятия – работники медучреждений Севастополя. Им презентовали документальный фильм военной тематики. Заслуженных медсестер наградили медалями общественного признания. Любовь Курочкина работает старшей медсестрой в отделении детской реанимации 5-й городской больницы. Главным в профессии считает умение сострадать чужому горю. Ведь именно это качество помогает больным не унывать и оставаться сильными в любой ситуации. Мы работаем в реанимации, спасая маленьких детей и вкладываем всю жизнь и душу в то, чтобы наши детки росли и наша медицина процветала. К 160-летию окончания первой обороны медицинским сестрам презентовали документальный фильм «Тверской Севастополь». Над ним несколько лет работал священник Роман Манилов. Посвятил кинокартину уроженцам родной Твери, которые во время Крымской и Великой Отечественной войн сражались на Севастопольской земле. Среди героев хирург Николай Пирогов и знаменитые адмиралы Владимир Корнило, Федор Нарбут и Филипп Октябрьский. Такие же фильмы можно снять, например, Московский Севастополь, Рязанский Севастополь. То есть каждая губерния послала лучших своих сынов защищать Отечество. И многие погибли на полях Севастополя, многие остались живы, но все они остались здесь, в сердцах благодарных севастопольцев за защиту Отечества. На сегодняшний день в 22 городских больницах работает порядка 4000 медицинских сестер. Спектр их компетенций и обязанностей с каждым годом расширяется, а количество желающих освоить эту специальность значительно возросло. С начала весны 2014 года на 245 человек. По словам директора Департамента здравоохранения Юрия Восканяна, правительство Севастополя оказывает им поддержку. Правительство в первую очередь приняло ряд мер, которые привели к повышению существенному заработной платы медицинских сестер. И она немногим сегодня отличается от врачей. Второе, это принято ряд приказов и постановлений, которые значительно расширили образовательный спектр в сестринском медицинском звене. Все эти программы бесплатно внедряются на территории Севастополя. Уже проведено несколько десятков сертификационных циклов. В завершении пять заслуженных медсестер Севастополя получили медали общественного признания имени героини Крымской войны, сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Награду учредили в Твери в 2011 году. Анастасия Синица, Карина Сыч, информационный канал Севастополя. В Севастополе впервые стартовал фестиваль новых театральных форм «Мост». Проходит он на территории заповедника Херсонес-Таврический. Участвуют порядка 30 артистов из Москвы, Екатеринбурга, Севастополя и других городов России. В программе десятки спектаклей и мастер-классов. В течение трех дней зрители будут знакомить с новыми и актуальными тенденциями из мира театрального искусства. Подробности у Анастасии Синицы. Три дня спектаклей, танцев, инсталляций и концертов в декорациях древнего Херсонеса. Фестиваль новых театральных форм «Мост» в Севастополе впервые. Организаторы говорят, название проекта выбрали не случайно. Цель – построить культурный мост дружбы и творческого сотрудничества. Мост к обмену опытом между Россией той и Россией этой. Надежды мощные, потому что я думаю, что в следующем году это получится еще раз. И уже присоединится больше коллективов, которые интересуются современным театром и его новыми формами. Кроме спектаклей, в программе мастер-классы и лекции, курсы современной хореографии и режиссуры. Учить азам-йоги, пластики и актерского мастерства здесь будут взрослых и детей. Кроме того, заинтересовать зрителей планируют постановками в жанре сторителлинга. Так артисты называют импровизированное повествование известных сказок, мифов и былин. Очень много строится на импровизации, на интерактиве со зрителем. И, в общем-то, сюжет известен, но они рассказывают, можно рассказать, как триллер, как комедию, как какую-то там философскую сказку. И это самый демократичный жанр. Там не надо ни декораций, ни костюмов. Актеры. Но они создают незабываемое зрелище. Это незабываемое зрелище просто. Свои постановки представят как опытные, так и начинающие артисты. По словам организаторов, фестиваль поможет творческим людям найти единомышленников и проявить себя. Фестиваль «Мост» в первую очередь важен для молодых, талантливых ребят. Это для них прекрасная возможность раскрыть себя и это прекрасная возможность показать себя. Потому что, когда развиваешься в каком-то своем деле, очень важно быть перед зрителем. Фестиваль завершится 13 сентября. На территории Херсонеса пройдет праздничный гала-концерт, в котором примут участие творческие коллективы из Севастополя, Москвы и Екатеринбурга. Организаторы надеются, фестиваль «Мост» завоюет любовь зрителей. Планируют, что он станет ежегодным культурным событием Крыма и России. Анастасия Синица, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В сентябре на сцене театра имени Луначарского впервые выступит Саратовский театр юного зрителя имени Юрия Киселева. Двухдневный гастрольный тур стартует 22 числа и пройдет при поддержке Министерства культуры России. Представят гости две детских сказки «Конек-горбунек» и «Велосипед с красными колесами». А также несколько комедий из вечернего репертуара. Пьеса «Скотт», драматурка Жанна Мари Шевре и постановка режиссера Эдуарда де Филиппа «Брак по-итальянски». Всего же в репертуаре труппы порядка 40 работ российских и зарубежных авторов. В этом театральном сезоне упор сделают на произведения классиков, отметил заместитель директора саратовского ТЮЗа Илья Володарский. Будет и «Фан Визин», и «Гончаров», и детские спектакли, лаборатория, в общем, и современная драматургия. Никого мы не оставляем. Но это про театр. Нас сегодня больше всего интересуют гастроли. Нас интересует, чтобы севастопольцы и гости города узнали про наш театр, пришли на наш театр и получили от этого действительно большое удовольствие. Мы будем постепенно забывать об этой плохой, плохой антрепрезе и будем приглашать хорошие репертуарные театры в наш прославленный театр, который вступил в 105-й, вот вступит буквально через несколько дней, ну это 20 дней, наверное, и мы будем в 105-м театральном сезоне. К новостям спорта. По дорогам Севастополя проходит многодневная международная шоссейная велогонка, «Крымская осень-2015». В течение пяти дней спортсмены из России, Украины, Белоруссии и США соревнуются в групповых и индивидуальных заездах. Старты организованы Федерацией велоспорта Севастополя и Республики Крым и проходят в нашем городе уже в девятый раз. Главная цель состязаний – пропаганда и популяризация велоспорта. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Началась «Крымская осень-2015» 9 сентября с традиционного пролога короткой раздельной гонки на полтора километра. Велосипедисты стартовали от улицы Генерала Мельника и финишировали у Триумфальной арки. Один из самых тяжелых – групповой заезд на 62 километра – проехали 10 числа. Стартовали на Президентском шоссе, в 19-м километре ехали в сторону Верхнесадова, железнодорожного, потом в железнодорожном свернули на Танковое, с Танкового поднялись на Мангуп. На Мангупе произошла, как всегда, отбор, проверка паспортов, как говорится у велосипедистов на их сленге, и финиш на шайбе возле Ялтинского кольца. За победу на соревнованиях борются порядка 100 участников. Велогонка проходит в категории «Мастерс» в 8 возрастных группах. В самой младшей – гонщике от 20 до 29 лет. В старшей соревнуются спортсмены от 65. Дмитрий Храповицкий приехал на многодневку из Донецка. В велогонке выступает с 2010 года. Маршруты традиционные, их, в принципе, знают. Но для жителей равнинных округов эта гонка действительно тяжелая, потому что очень длинные тяжелые подъемы, и не все к ним готовы. Жарко, приходится на 60 километров брать полтора литра воды, ну или жидкости, какой кто пьет. Но это намного лучше, чем при плюс 8 ездить. Участники гонки отмечают – сложность не только в длительности трассы. Трудности возникают из-за ям и кочек. Их приходится объезжать, а зачастую скорость достигает 80 километров в час. Тем не менее, качеством дороги они довольны. Здесь, во-первых, очень хорошие трассы, хороший рельеф. Есть где помучаться, нервы потрепать друг к другу. Ну и, соответственно, показать свои силы, к которым все готовы. И всегда готовятся к этой гонке очень серьезно. И состав участников здесь очень серьезный. После двух этапов в числе лидеров соревнований – москвичи-воронежцы-харьковчане. На первом месте и севастополец – мастер спорта международного класса Вячеслав Рядно. Он выступает в старшей возрастной группе. Его время – 1 час 17 минут и 6 секунд. Средняя скорость составила чуть более 33 километров в час. 11 сентября велосипедисты провели групповой заезд на 50 километров. Стартовав от села Гончарное, финишировали у Байдарских ворот. 12 числа они проведут гонку на 60 километров – от Любимовки до Сапунгоры. Завершится Крымская осень 2015 в воскресенье – 15-километровым заездом по президентской трассе. Победители многодневки будут определены по сумме всех пяти этапов в восьми возрастных категориях. В следующем году велогонку проведут в десятый раз. И планируется, что состав участников расширят. Святослав Данилов, Владимир Мелянский, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Завершились игры 13-го тура чемпионата Севастополя по футболу среди любительских команд. Юношеская сборная ФК «Севастополь» с разгромным счетом 0-7 уступила Кампасу, Камони оставил шансов Арсеналу 5-1, а сборная Черноморского флота забила два безответных мяча «Карал Маф». В турнирной таблице продолжают лидировать «Танго». У них 36 очков. На два балла отстают моряки-черноморцы, но при этом у команды одна игра в запасе. Замыкают тройку лидеров группа Камо с 26 очками. Пока мы идем в лидерах, в дальнейшем посмотрим. Мы начали хорошо, в сезон вышли в финал Кубка города. Надеемся, что мы этот темп продолжим держать. Мы хорошую зиму подготовку в зале проделали. Мы тренируемся здесь на поле. Сейчас получился сбалансированный состав. Есть равноценные замены, что очень важно, что в прошлом году у нас не было. И подошли ребята, которые подходят друг к другу. Есть такая совместимость в команде. Игры 14-го тура стартуют 15 сентября. Завершится чемпионат Севастополя в ноябре. На этом у меня все. А эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!